Здорово тебе, мой дорогой друг, и сегодня я тебе покажу, как быстро заточить цепь на пиле. Да, это непрофессионально, да, это, возможно, неправильно, но это быстрый метод, который даст тебе быстро наточить цепь для чернового, запомни, для чернового поперечного пропила. То есть напилить дрова, либо еще что-то. Так точить продольную цепку для продольного пиления естественно нельзя, поэтому оставайся здесь, и я тебе сейчас все покажу. А в пример у нас будет вот такая вот электропила Makita, вот такой вот китайской шиной от компании Champion, и с ее же цепкой. Я заранее уже заточил для, соответственно, опять же, поперечного пила, вот таким вот методом. И я только покажу, условно говоря, сам процесс, то есть технологию, она максимально простая, а затем мы просто пойдем попилим. Для всей этой хитрой настройки нам нужно лишь вот ушемка, болгарка, турбинка, для на всех языках и регионах все по-разному звучит. Все, в принципе, то же самое, как и напильником, только нужно аккуратно. Желательно, чтобы болгарка была с регулятором оборотов, но у меня, увы, нет, поэтому берем самый тонкий диск, отрезной это самый тонкий, и аккуратно, потихонечку делаем практически те же движения, что и напильничком. Сейчас покажу. Мы закрепили пилу, берем болгарочку, в идеале, конечно, надо бы зажать ее в тиски, но там снять мне неудобно, поэтому покажу здесь. Ставим ее на тормоз, чтобы не убежала цепь, и вот таким вот движением слегка подтачиваем. Сейчас покажу еще раз, точнее. То есть, буквально касание, чтобы слегка сделать острой кромку. Все максимально просто, прорезать не надо, то есть не нужно вот так под углом туда засовывать диск, либо вообще вот так, нет. Практически ровно, но под 45, естественно, по направлению зуба. И сейчас попробуем пойти попилить пенек. Итак, как и сказал, у нас есть подготовленный пенек, он слегка пропилен. До этого цепь была уже изрядно посажена, она пилила, но очень-очень туго, поэтому сейчас, после того, как мы ее точнули, попробуем. Повторюсь, пенек надпилен наполовину. Я считаю, что для переточенной цепи, которая была уже изрядно поношенная, плюс китайская, это вполне неплохой результат, ибо это береза и сырая береза. Поэтому, как вам, напишите в комментариях. Ты можешь увидеть, если сильнее и лучше присмотреться к цепи, что она немного неровна. Где-то здесь сильнее пропил, где-то меньше, где-то сильнее пропил, где-то зуб прям пропилен. Как и сказал, так точить по технологии вроде как неправильно, но, блин, оно работает. Безусловно, сейчас набегут в комментарии сраные умные, скажут, что так делать нельзя. Итак, базара ноль. На хорошей, дорогой цепи так делать нельзя. Это цепь китайская, она у меня валялась на самом деле, у меня еще и висит 2-3 штуки, которые также попробую переточить. Для хозяйственных нужд, то есть не для какой-то распиловки, а просто для хозяйственных нужд, напилить, допустим, брусок, либо тот же вот бревнышко. То есть, допустим, для той же токарки быстро отпилить для точения вполне себе пойдет. Тем же, допустим, опять же, напильником, да, подвести можно. Можно даже после вот этого точения подвести еще напильничком, и будет еще лучше. Но, есть одно но. Напильничком достаточно долго. Опять же, напильнички бывают разные. У меня был напильник с этой шиной от чемпиона, и этого напильника хватило ровно на 2 точения цепи. Поэтому, тут как бы очень много вариантов. Нужно покупать хороший, значит, напильничек. Хороший напильничек от той же Макиты я нашел. Стоит порядка 3000 рублей набор. Там же еще есть специальный кондуктор для ровного, там, получасточения под 45. Поэтому, сами думайте, что лучше. Для хозяйственных нужд вполне себе болгаркой точится. И опять же, поискав в интернете и на ютубе, я нашел очень много видосов вот такой вот именно темы. То есть, люди точат болгаркой, и многие в комментариях пишут, что все ок. Вполне себе пойдет для пиления дров, либо для чернового распила. Потому что, после вот такой неровной, грубо говоря, заточки, потому что идеально ты угол не соблюдешь, и у тебя начнет цепь швырять. То есть, у тебя будет достаточно кривой рез, но он будет резать. Это самое главное. Запомни это.